Эти три типа аскез являются жемчужиной долголетия. Понимаете, они описаны в Древних Писаниях. И во всех духовных традициях люди испокон веков третий тип аскез делают. Вот, например, в христианстве люди входят в длительное паломничество. Это очищение психики. Дальше на службах ночные бдения, неподвижное положение тела. Надо стоять, не двигаясь. И посты на воде. Видите, везде, во всех традициях, как бы это ни называлось, это есть. Давайте разберем эти три типа аскез с точки зрения работы над собой и с точки зрения восстановления себя как личности. Вот смотрите, есть три типа недостатка у человека в психике, которые разрушают его жизнь. Первый тип это волевая депрессия. Ну то есть человек чувствует, он ничего не хочет делать, не может ничего, у него нет сил. Волевая депрессия. Запомнили? Это так действует судьба. Это тип старения психики. То есть как психика старит, как человек становится несчастным. Все начинается с волевой депрессии. Это первый импульс, первая, как ласточка, так сказать. Второй вид, как бы влияния времени на человека, разрушение его жизни, называется нетерпеливость. Ну то есть человек становится нервным, растражительным, он со всеми спорит, ругается, не может выдержать человека, не может выдержать погоду, аллергия начинается. Не может вылечить природу, как бы холодно, не можешь ничего терпеть. Челябинск не может выдержать. Как можно в этом Челябинске жить? Ну ты что-то так же и Сочи не сможешь выдержать потом. Что думаешь, там ты будешь выдержать что ли? В каждом городе есть свои трудности. Просто кажется, что там, где нас нет, всегда лучше. Итак, третий тип влияния времени, это затуманенность в голове. Не знаю, что делать, я не знаю, что делать, я не знаю, что делать, все, еще непонятно, как жить. Запомнили три типа влияния времени, которые разрушают человек? Первый, как ты не знаешь, что ты не знаешь, что у тебя нет сил, нет сил просто. Второй вид, это не можешь терпеть, невыносимо, мне с тобой невыносимо жить. Ты виноват, невыносимая. Вот, и третий тип, это как бы, а что ж такое, что ж делать, олег, иначе, помогите. Вот, запомнили, да? Три типа влияния времени на человека. Первый тип, безволие, побеждается движением. Человек начал идти. Идет, 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 идет. И когда он будет ходить достаточно долго, то он побеждает безволие, потому что безволие находится на какой-то глубине психической. Есть всего четыре психических цилиндра. Когда человек идет просто 40 минут, он просто преодолевает плохой тонус. То есть, весь день он будет бодрым. Если он ходит 40 минут. Вот прошел 40 минут, весь день бодрый. Но психика глубоко не очищается. Это на один день. Если ходишь 80 минут, в два раза больше, то первый психический цилиндр очищается. И это значит, что у тебя будет хорошая память, хороший сон. У тебя будет возможность эмоционально терпеть людей и так далее. 80 минут ходьбы. Уже не каждый день. Можно раз, два дня. Если ты ходишь 40 минут умножить на 3, то есть, 120 минут, то у тебя два психических цилиндра очищаются. Это значит, что у тебя будет теперь хорошее настроение. Это значит, что твой характер будет улучшаться и так далее. У тебя будет воля в характере. Допустим, ты можешь менять свой характер и так далее. Что с ним хочешь, то и делай. 120 минут ходьбы. Или в два раза меньше бега. Всегда. Ну, то есть, 60 минут бега или 120 минут ходьбы. Дальше. 8 умножить на 4. 240 минут ходьбы. 200. 8 на 4. 320 минут. Погодите. А, 4 на 4. 4 на 4. 160. Что-то много. 160. Было 120, стало 160, да? 160 минут. Означает, что вы 3 психических цилиндра пробили. Это значит, что у вас появляется способность глубокого отдыха. Восстанавливаются все внутренние органы. Гормональные функции начинают восстанавливаться. Значит, что вы можете зачать ребенка. Это значит, что вы можете забеременеть там и так далее. То есть, у вас как бы глубокое такое чувство, не настроение даже, а настрой на жизнь стал лучше. Если вы максимум уже 4 умножить на 5, 200 минут можете ходить, то это значит, что вы можете вылечить психическое заболевание. У вас проходит депрессняк. То есть, вы как бы как оживаете заново. Даже если вы чувствуете, что вы на транквилизаторах живете. Если вы будете раз в неделю. То есть, ну, вот 40 означает раз в день. 80 раз в 2 дня. 120 раз в 3 дня. 160 раз в 4 дня. И 200, значит, раз в 5 дней. Ну, то есть, раз в 5 дней проходите 200 минут. Что происходит? Полное очищение психики. Вы как заново рождаетесь. Но не надо спешить. Если вы будете себя насиловать, то вы будете переутомляться просто. Постепенно развиваете себе такую спошедность. Я начал бегать, потому что я мужчина. Мне ходить как-то, знаете, не очень. Я начал бегать и пробежал сначала 500 метров. Только через год я смог бегать где-то 6-7 километров. И я думал, что больше нереально. Потому что я начал бегать в 50 лет. Но через 2 года я уже бегал 12 километров. А через 2,5 года 16. И я понял, что это максимальное очищение организма. Это было 2,5 года назад. Теперь еще 2,5 года каждый раз в неделю я бегаю по 16 километров. У меня весь организм пролечился. И все переболело. И теперь я пробегаю 16 километров, ничего не болит. Я как конь. Понимаете? И в Польше летом в этом году два как бы молодых человека, они приехали из Львова со мной побегать такие стройные, молодые такие. Один сошел с дистанцией на 8 километров, а другой на 14. Я им потом сказал, говорю, ребята, вам надо чуть помоложе, помолодеть, чтобы со мной бегать в 16. Не хватает просто здоровья. То есть здоровье это такая вещь наживная, понимаете? Я в результате этих аскез начал чувствовать себя лучше, чем я чувствовал себя в 45 лет. На 10 лет ощущения другие стали, понимаете? Как заново на 10 лет моложе стал. Классно? Вы же замечаете, да? Я приезжаю, все стройнее, все худее, да? Так? Организаторы тоже сказали, а вы вообще меняете среди? Поняли, да? Первое, это длительное движение. Волевой импульс, да, вырабатывается. Теперь второй вид аскезы. Неподвижное положение тела. Что человеку дает? Терпение. Точно так же, как дерево стоит, рядом с деревом тоже встать и хорошо стоять. Дерево дает человеку терпение. Запомнили? И неподвижное положение тела дает терпение. Вот допустим, вы не терпите ситуацию, допустим. Мама там тяжело больная, уже нет сил терпеть. Идите в лес, гуляйте по лесу, стойте возле деревьев. Там сила терпения живет. Там вы научитесь терпеть то, что вам нужно вытерпеть. Потому что вам просто не хватает этой энергии. Если человек стоит сам, допустим, 20 минут, он просто получает терпение на весь день. Если он стоит 40 минут неподвижно, он получает терпение для того, чтобы, ну, ситуации разные, вот, жизненные, крикнул кто-то вытерпеть. Если ты стоишь 120 минут неподвижно, там, не-не-не-не, я это неправильно говорю, это по 20 минут, по 20 минут. 20 минут, потом 40 минут, потом 60 минут, потом 120, потом 160. 160 это максимум. Даже нет, не-не-не, не только не тело говорят. 20, 40, 60, 80, 100. 100 минут это максимум неподвижное положение тела. Так же, как бег считается. Бег тоже по 20 минут считается. Итак, человек стоит 40 минут, он пролечает первый психический цилиндр. У него появляется возможность терпеть эмоции жены, грубость мужа, там и так далее. Человек пролечает два психических цилиндра, это час неподвижного стояния, к этому надо прийти. Человек обретает способность терпеть характер чей-то. Вот, допустим, у директора завода плохой характер, по барабану. Почему? Потому что терпишь просто. Вот. Это 60 минут, да? Теперь 80 минут. Третий психический цилиндр пролечается. Ты стоишь 80 минут неподвижно. Эффект два раза сильнее возле дерева. Ну, толстый деревь, толще человека дает такую силу. 80 минут стоишь, это значит, что ты способен терпеть события. Вот пришла судьба, тебе постучалось, и ты, опа, и не вышел из равновесия. Храбрость появляется. И если ты можешь 100 минут стоять неподвижно, то ты можешь вытерпеть. Когда судьба просто тебя, ба-бамс, по башке. А ты, опа, я все смогу, я клятву не нарушу. Ну, то есть, понимаете, да? Ну, то есть, ты невозмутимым человеком становишься. Невозмутимым просто. Можно в лотосе сидеть вот так. То, понимаете, просто, вот, допустим, если я лежу, лежу вот так вот. Сто минут полежал, все, как бы, не во мне. Вот. Нужно аскетс совершать. Или сел вот так вот. 20 минут прошло, все, я спокоен. Смертельном бою. Нет, мои хорошие. То есть, есть сидячие положения тела, которые являются аскетичными. Это поза алмаза. То есть, ты сидишь вот так вот, ну, как бы, на ягодице. Или на коленях стоять. Или поза лотос, хотя бы одну ногу вот так заложить за другую. Или поза бабочки, стопы вместе, колени бросить. Эти положения тела, они все, они все имеют свой какой-то смысл. Вот если человек стоит, не двигается, это самое простое упражнение, которое можно сделать. Сопроще всего. Вот стоишь, не двигаешься, обретаешь терпение. Если человек стоит на коленях, то терпение углубляется, превращается в принятие. Если человек садится на ягодице, он еще как бы сильнее становится в этом положении. Это тяжелее делать. Ну, то есть, вот из коленей стил вниз, это называется поза алмаза. И ты сидишь с прямой спиной, это пробивает судьбу. Просто не просто терпишь, понимаешь, и пробил. Вот. Поза бабочки, вот это вот, стопы вместе, колени в нос, дают человеку гармонизацию с собой, окружающим миром. Он становится такой спокойный, такой невозмутимый. Вот. И поза лотоса, вот это вот, когда закручиваешь ноги, дает человеку сильную концентрацию внимания. Вот эти основные положения тела, побеждающие судьбу. Запомнили? Они все, каждый очень эффективно работают. Теперь пост тоже 2,5 суток делите на 5. Получается сколько? Полсуток. Да? Вот полсуток поститесь. Это сколько? 12 часов. Очищается просто, вы получаете возможность весь день соображать хорошо. То есть, надо знать, как можно поститься. Поститься можно только, смотрите, такие варианты. Первый вариант. Вечером поели, в следующий раз в обед. Это называется пост полсуток. Запомнили? По-другому нельзя его проводить. Второй вариант. Утром поели, и в следующий раз в следующем утром поели. Это называется суточный пост. Утром легонько поели, в следующий раз опять утром легонько поели. Теперь пост полутора суток. Вечером поели, и в следующий раз только утром через день. Пост двое суток. Утром поели, и в следующий раз утром поели, через двое суток. И пост два с половиной суток, это вечером поели, и в следующий раз утром через трое суток. Понятно? И все время пьете воды, сколько? А сколько душе угодно. Вот сколько хочешь, столько пейте. Хочется мало, мало пейте. Хочешь много, много пейте. Теперь пост сухой пост. Это не пост для здоровья. Сухой пост предназначен для тех, кто здоров. И он увеличивает концентрацию в молитве. Только для молитвы нужен сухой пост. Для других каких-то вещей не нужен. Если вы думаете, что вы здоровье будете улучшать с помощью сухого поста, это иллюзия. Потому что сухой пост выводит токсины наружу, в тело, а выводить их из тела нечем, потому что нет воды. И это большая нагрузка для организма в целом. Понятно? Вырабатывается энергия огня. То есть человеку жарит все изнутри. Сухой пост так действует. Лучший, самый физиологичный пост, который не жарит, не мучает человека, это пост на воде. Запомнили? Он охлаждает психику, успокаивает ее. Итак, что делает неподвижное положение тела, дает человеку терпение и спокойствие. Что делает пост на воде? Он увеличивает ясность в мозгах. Человек после поста на воде нереально начинает понимать, что делать. Проясняется ваша жизнь для вашей психики. Раз в неделю, естественно. Так много нельзя стоять неподвижно. Каждый день так нельзя делать, только раз в неделю. Вот я сегодня делал разные упражнения. То есть я только бегаю, прочищаю все психические цилиндры. Я пащусь на воде всегда с вечера и до обеда. Я утром не ем каждый день. Но это вам не надо так делать, это я так делаю. Вот для меня это нормально. Вот. И я йогой занимаюсь раз в неделю, но я прочищаю не 4 цилиндра психических, а прочищаю 2. Но я делаю несколько упражнений, но долго. Ну то есть каждое упражнение прочищаю 2 психических цилиндра. И вот сегодня я делал такую йогу с утра. На нее ушло где-то 2,5 часа. После этого я стал спокоен, как танк. Чувствуете сегодня лекцию, да? Непрошибаемый, да, Олег Геннадь? Так? Да. Как будто я ниоткуда не ехал, никуда не летел. Чувствуете? Что я не измотанный дорогой, а просто нормальный, спокойный человек. Потому что я с Кезой пробил себе вот эти вот проблемы. Олег Геннадьевич, почему вы сухой для аварийства? Вам не надо об этом знать. Потому что вы из Челябинска. А все, кто из Челябинска, они безбашенные. Вы слышите? Сухой пост. Сухой пост. Самый лучший для меня это сухой пост. Олег Геннадьевич всем сказал, не надо. А мне надо. Что я из Челябинска. Нет, сухой пост это не то, что надо. Вам не надо его знать. Это пост для абсолютно здоровых людей, у которых очень сильная воля. Они очень крутые в молитве. И они применяют сухой пост для того, чтобы прожечь проблему. Нафиг. Но понимаете, если ты делаешь сухой пост и молишься со всей силы, то или ты прожгешь проблему, или проблема прожгет тебя. Если ты, допустим, сухой пост делаешь и молишься, и не думаешь ни о еде, ни о воде, ни о чем, то ты прожигаешь проблему. Если ты делаешь сухой пост и думаешь о еде, о воде, тебе плохо, значит проблема прожигает тебя. Ну, то есть сухой пост — это такой вид сражения, где ты объявляешь войну своей судьбе. Судьбе лучше войну не объявлять. Понимаете? Спокойно её побеждайте. Итак, мы с вами говорим о депрессии сегодня, об обиде, о разочаровании, что это всё просто неправильное мышление. Понимаете? Обида означает, что вам надо какое-то погружение в духовную реальность, в природу, в молитву, которая сильнее, чем ваша обида. Вот, допустим, если говорить о пробежке. Вот, допустим, человек бежит, бежит по природе, радуется, радуется, радуется. Когда человек бежит, у него всё глубже и глубже очищается психика. Ну, то есть максимальное очищение происходит через час-пятьдесят минут бега. Ну, вряд ли вы сможете только бегать без серьёзной тренировки. Но даже если человек бежит 20 минут, начинается очищение организма. Понимаете? Если вы не можете бегать так долго, учитесь долго ходить сначала. Максимальная ходьба, которая очищает организм, это 3 часа 40 минут. То есть полностью весь организм очищается, и вы продлеваете свою жизнь на 20 с лишним лет. Но вы даже 3 часа 40 минут сразу без перерыва не пройдёте. Именно надо без перерыва это делать, понимаете? Лучше всего на природе. Вот такой длительной дистанции раз в неделю. А если, допустим, ходить по 5 километров, то лучше каждый день. Ну, то есть всё зависит от дистанции. Надо её постепенно увеличивать. Лучше долго пройти один раз, чем по немножко каждый день. Понимаете? То есть надо глубже, глубже, глубже очищать организм. Я для чего вам это говорю? Потому что чем глубже вы очищаете организм, тем больше вы вытаскиваете изнутри эти все обиды, разочарования. То есть вы как бы психику прочищаете очень глубоко в этом случае. Понимаете? То есть нужны погружения. То есть пробежка длительная, это как заново родился. Вот я когда 16 километров пробегаю раз в неделю, час 50 я бегу, я как заново рождаюсь, понимаете? У меня психика освобождается от всего груза. То есть аскеза освобождает из груза. Также максимальный пост это 2,5 суток. Но надо к этому идти. То есть вы, допустим, можете сначала только с вечера и до обеда поститься. Не торопитесь, поститесь с вечера и до обеда. Придет время, и вы сможете поститься больше, еще больше. То есть организм постепенно очищается. Но когда вы будете 2,5 суток поститься на воде, у вас полное очищение психики произойдет. Вы как заново родитесь все равно. Но к этому надо идти постепенно. Так же час 50, как час 50 бега, так час 50 неподвижного положения тела. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо огромное. Слушаю ваши лекции около стилет. Спасибо вам большое. Все работает. У меня вы в личном опыте. Вопрос не про меня, а про подругу. Можно спросить? А она слушает мои лекции? Только начинает. Просто поймите, если вы спрашиваете под другого человека, мы должны иметь гарантии, что она услышит мой совет. Если она не услышит, тогда зачем нам тратить время? Там просто ситуация такая. А ситуация не меняется просто словами. Нужно, чтобы человек принял мои советы. Но если он не примет, тогда зачем говорит? Спасибо. Тогда можно спросить вопрос? До лета ушла назад моя бабушка. Бабушка в раю. Спасибо. Спасибо. Огромное спасибо вам. Восемь месяцев назад вы почувствовали облегчение в сердце и перестали сильно придавать значение молитве, потому что у вас все успокоилось. Это потому, что вы очистили ее существование, она пошла вверх. Спасибо. Что касается вашей знакомой, то я не вижу, чтобы она сделала выбор в сторону слушать меня сейчас. Она в отчаянии находится, и она пока никого не слышит. Она просто беременна, четыре месяца, в гражданском браке, а молодой человек не зовет замуж. У него паника, я не знаю, как помочь. Как бы ему молиться? Молитесь, как за бабушку. Молитесь. Паника – это не способ жить. Молодой человек нормальный, он просто туповатый, ему трудно сразу понять, что надо замуж брать. Он живет с ней нормально, она истерит, потому что она беременна. Вот надо успокоиться и душить дальше, пока не пойдет ЗАГС. Знаете, самая лучшая тактика победы – это тактика бульдога. Есть такой вид бульдогов, которые никогда не проигрывают в сражении с другими собаками. Это описано в этой книге Джек Лондон, по-моему, там, что-то про собак. Да, да. То есть идея такая, что если бульдог хватает за что-то собаке, он начинает перебирать челюстями, не отпускает, пока не доходит до горла. И потом – и все. Вопрос только получаса, пока он дает. И собака ничего не может делать, она швыряет ее, а он держит челюстями, и все. Женщина в отношениях с мужем, который не берет ее замуж, должна действовать точно так же. Она просто как челюстями за него схватилась, за мужичка, и постепенно перебирает челюстями, пока он не придет в ЗАГС. А ему деваться некуда, он обязательно придет. То есть надо действовать спокойно, как бы не дергаться. Он, допустим, говорит, все равно мы никогда с тобой не распишемся. Хорошо, все нормально. И потом как бы жить, заботиться о нем. Если он спросит, что ты хочешь, моя дорогая, замуж. И так вот душит потихоньку. Радостно, счастливо, по-доброму. И все. И очень кажется, долго это будет, долгий. А на самом деле не такой долг. Потому что мужчина, он на самом деле не такой, как женщина. Женщины просто, они не знают об этом. Поэтому, вы можете выключить вот эти микрофон, вот эти вот прожектора. Вчера их не было, и так было нормально. Сейчас у меня глаза уже начинают болеть потихоньку. Ну то есть вот, или их ослабить, два раза меньше сделать, или вообще выключить. Ну вот с этим прожектором мне вполне хватает, как бы люди, ну как бы и так видят ауру надо мной. Не обязательно ее усиливать. Особенно вот мужчина, он вообще, мне кажется, видит хорошую ауру. Вот поэтому вот эти вот прожектора, лучше их убрать, и они меня уже слепят просто. И что, я не сильно погас в ваших глазах? Нет? Нормально? Вот так получше. Спасибо большое. Ладно. Спасибо вам. Спасибо.